Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава Второй Маковейской книги, перевод под редакцией Нины Брагинской, читаем для библейского портала экзегет. У нас идет уже война. Маковеи собрали повстанческую армию и успешно разгромили карательный корпус под руководством Никанора, который селевкиды отправили для борьбы с ними. А что же происходит у нас дальше? Посмотрим на Антиоха, на правителей селевкидской державы. Случилось так, что в это самое время Антиох бесславно возвращался из пределов Персиды. Персия, собственно говоря, часть селевкидской державы, но она довольно непрочно устроена, да, то есть ее отдельные области вполне автономны. Он ведь вошел в город, называемый Персеполем, и попытался ограбить храм и овладеть городом. Ну, прямо как в Иерусалиме. В Иерусалиме ему это удалось. Вообще, селевкид, этот самый Антиох Эпифан, он ведет себя как такой бандит в своем государстве, он нападает на города для того, чтобы ограбить их святилища. Ну, вот так он деньги добывает. А потому толпы народа бросились к оружию и упустили его в дело, так что Антиох был обращен в бегство местными жителями и с позором отправился в Освояси. Похожее действие, правда, Иерусалим ему удалось сначала взять и ограбить. Когда он находился вблизи Эк-Ботан, ему сообщили о происшедшем с Неканором и с людьми Тимофея. Идет речь об этом самом экспозиционном карательном корпусе, который был разгромлен маковейскими повстанцами. Вспылив от негодования, Антиох решил было выместить на иудеях зло, причиненное ему теми, кто заставил его спасаться бегством. И там его разбили, и здесь ему сообщили, что он разбит. Но с персами трудно побороться, их слишком много. А вот иудеев, на первый взгляд, как бы поменьше. Давайте мы их уничтожим. Поэтому он приказал колесничему всю дорогу гнать коней без передышки. Хотя небесный суд уже нависал над ним, он сказал в заносчивости своей, придя в Иерусалим, я сделаю его кладбищем для иудеев. Но всевидящий Господь, Бог Израиля, нанес ему удар сокрушительный и незримый. Едва он вымолвил эти слова, как его пронзила неистерпимая боль в животе, и жестокие страдания охватили его внутренности. И по делам, терзая внутренности других людей, он стольким причинил неисчислимые и невиданные мучения. Однако он отнюдь не оставил своей списти, а напротив еще больше преисполнился заносчивости, дыша пламенем ярости против иудеев и требуя гнать во весь опор. Тут-то он и свалился с колесницы, которая мчалась, рассекая воздух, да так неудачно, что при падении разбился и покалечился. И тот, кто в своем сверхчеловеческом бахвальстве за мгновение притемнил повелевать морскими волнами и высокие горы взвешивать на весах, ну, это, конечно, преувеличение, да, ну, то есть, кто мнил себя господином всего мира. Простет был на земле и унесен на носилках, тем самым являя всем несомненную силу Бога. И дошло до того, что из тела нечестивцев оползали кишащие там черви. От живого с болью и мучением отваливались куски плоти, а шедший от него гнилостный запах досаждал всему войску. И того, кто еще недавно мнил досягнуть до звезд небесных, никто не мог сопровождать из-за непереносимого тягостного смрада. Ну, вот, непонятно, чем он был болен, в древности медицин была менее развита, чем сегодня. Во всяком случае, ясно, что есть такой довольно саркастический здесь элемент повествований, да, вот, великий царь, но тело его подвержено таким же страданиям и болезням, как тело любого человека. Вот тогда-то, истерзанный и разбитый, он начал на глазах избавляться от своей спеси, и, истязаемый бечем божьим, все больше и больше одумывался. Вот, как говорил он, не в силах вынести собственное зловоние. Надо быть покорным Богу и, будучи смертным, не мнить себя богоравным. Этот негодяй принялся умолять владыку, который его уже не помилует, и заверять его, мол, святой город, куда он так спешил, чтобы сравнять его с землей и превратить в кладбище, он объявит свободным, а иудеев, которых велел не удоставить погребения, но бросать вместе с их младенцами на соединение хищным птицам и диким зверям, всех приравняет к афининым. Афины, естественно, имеют большие привилегии, как центр культуры, откуда, собственно, греческая философия, очень многие науки и искусства вышли, и вот он якобы готов Иерусалиму даровать те же привилегии. Святой храм, который прежде разграбил, он украсит самыми прекрасными подношениями, с лихвой возместит всю священную утварь, а средства, необходимые для жертвоприношения, будет предоставлять из собственных доходов. Кроме того, он сам станет иудеем и пойдет по всем обитаемым землям, чтобы возвещать им могущество Бога. Но насколько это убедительно, насколько это его подлинное желание, судя по тексту, не очень. Но поскольку боль его никак не утихала, ибо настал для него праведный Божий суд, то, отчаявшись во спасение, он написал иудеям, как просить следующее письмо такого содержания. Честным иудеям, гражданам, царь и начальник Антиох желает много радоваться, здравствуйте, благоденствуй. Если вы с вашими детьми здоровы и все у вас идет своим порядком, то я, уповая на небо и с отрадой, помня о почестах и расположении вашем ко мне, находясь в пути из областей Персиды и очень тяжело заболев, счел необходимым позаботиться о безопасности для всех. Я не отчаиваюсь на свой счет и весьма уповаю на избавление от болезни, но я подумал о том, что отец мой всякий раз, когда шел походом во внутренние области, назначал себе преемника, чтобы, если произойдет нечто неожиданное или придет неприятное известие, жители страны, зная на кого оставлены дела правления, не приходили бы в смятение. Кроме того, я принял также во внимание, что сопредельные властители, соседи нашего царства, подстерегают удобный случай и выжидают, что произойдет, «А потому я назначил царем моего сына Антиоха, которого я большинство из вас уже припоручал и представлял, направляясь во внутренний сатрапий. Ему я тоже написал обо всем, что здесь сказано». Ну, понятно, царь заботится о преемнике. Особенно важно, что он стремится каким-то образом иудеев об этом уведомить. Наверное, он писал многим народам во многие области, просто иудеи получили этот документ и его включили в Вторую Маковейскую книгу. А кроме того, дружелюбный тон послания. Перед лицом смерти он уже не грозит, а старается как-то договориться. «Итак, я обращаюсь к вам и прошу, чтобы помни мое благодеяние вам всем и каждому в отдельности, всякий из вас сохранил свое нынешнее благорасположение ко мне и моему сыну. Я ведь убежден, что, следуя моему примеру, он будет обращаться с вами милостиво и человеколюбиво». Ну, звучит крайне циничный звук человека, который устроил погром в Иерусалиме. Но официальная пропаганда, она, как правило, мало имеет отношения к реальному ходу событий. Так, этот человек-убийца-богохульник, принесший тяжкие страдания, каким он сам подвергал других, встретил в конце жизни самую жалкую смерть в горах на чужой стороне. «Тело его привез Филипп, его друг детства, но, по своему сыну Антиоху, он удалился к Птолемию Филометру в Египет». Ну, в первой Маковейской книге мы читали долго и подробно о том, как делили наследство этого умершего царя Антиоха Епифана, и действительно престола наследия ему обеспечить не удалось. Там было несколько претендентов, каждый из которых на время возвышался, и, собственно, это во многом и помогло иудеям добиться свободы, потому что великая эта самая селевкетская держава была разделена между разными претендентами на престол. Но об этом во второй книге сказано крайне мало, а главное, что интересует ее автора, это, конечно, Иерусалимский храм, о нем следующая глава. Продолжение следует...